Уважаемые коллеги, это большая радость и большая честь выступать на нашей юбилейной конференции и вообще работать в Ибре. И я очень желаю нашему институту, чтобы он смог сохранить вот этот свой неповторимый ибровский дух, стиль, чтобы здесь обязательно сохранялась вот такая же насыщенная научная жизнь, которая всегда его отличала, причем жизнь, которая характеризовалась работами в очень далеких областях биологии развития, не смежных, не узкоспециализированных, а именно далеких. Мне кажется, что вот именно это создавало всегда такую насыщенную среду. Но хорошо известно, что антогенез животных сопровождается постоянными изменениями поведенческого состояния. Причем в разных состояниях один и тот же организм бывает настолько разным, что эти различия перекрывают индивидуальные. И, собственно, это позволяет изучать механизмы формирования таких состояний. Поведенческое состояние влияет практически на все в организме, начиная от метаболизма, заканчивая когнитивными функциями. Влияет, кстати, и на сам антогенез, и в зависимости от того, в каких состояниях организм находился, его дальнейшее развитие может идти совсем по-другому. Но сегодняшнее свое сообщение я хочу посвятить обсуждению всего одной темы, тезиса, что поведенческое состояние следует рассматривать как результат прогнозирования организма. Что это не адаптация к текущим событиям. И, в общем, в ряде случаев это не мотивационное состояние, хотя поведенческое состояние чаще всего изучают именно на примерах мотивационных состояний, просто потому что это удобно. Но я покажу, что напрямую с мотивацией оно не связано, во всяком случае, с силой мотивации. А в гораздо большей степени оно связано с прогнозом достижения и реализации этой мотивации. Я приведу всего один пример для экономии времени, чтобы было понятно, что я хочу сказать. Когда вы сидите в зале и собираетесь делать доклад, то ваше сердцебиение и весь комплекс психо-вегато-соматический, он на самом деле уже не соответствует поведенческому состоянию зрителя или слушателя. А он уже соответствует состоянию докладчика. Хотя доклад вы еще не делаете. И на самом деле нет никакой гарантии, абсолютной, стопроцентной, что вы его действительно будете делать. Ну и можно еще много приводить примеров. Это будет успешно. Нет, это не важно. Что его вообще может не быть? Погаснет свет, там что-то случится. Понимаете, это прогноз, то, что вы будете делать в докладах. Это не гарантия. Ну и приведу уж, ладно, еще один пример, который обычно очень нравится. Это поведенческое, психологическое состояние влюбленных перед свиданием и в конце свидания, когда они знают, что им придется расстаться. Вот здесь тоже и психологическое состояние, и поведенческое, оно опережает текущий момент. Вот они еще не вместе, но они уже счастливы в предвкушении. Они все еще вместе, но настроение уходит вниз. Это то, что каждый чувствует и помнит по своим собственным переживаниям. Но вот этот мрачный пример Ларса фон Триера я уж не буду обсуждать, хотя те, кто смотрел этот фильм, понимают, что он просто удивительно подходит к этой теме. За тем исключением, что, конечно же, я имею в виду здесь не объективный прогноз, а субъективный прогноз организма. То есть поведенческое состояние меняется в соответствии с субъективным прогнозом организма, который, к сожалению, в большинстве случаев-то является как раз неточным и частично ошибочным. Но, к сожалению, живые существа вообще вынуждены так жить. А я хочу показать, что вот это явление, оно вообще говоря не психологическое, что это биологическое явление. Что даже относительно простые организмы формируют свое поведенческое состояние примерно так же. Что оно формируется в результате тех простых прогнозов, которые они могут делать в отношении своего ближайшего будущего. Да, но вот в отношении поведенческого состояния этот тезис, насколько мне известно, действительно новый. Но за ним стоит уже хорошо разработанная такая международная система взглядов, экспериментов и теорий в нейробиологии, прежде всего. Связанных вот с такими именами, как Хоукинс, Фрисконт, Ларк, но далеко не только. Это то, что сейчас, скажем так, старая школа нейробиологии называет новомодными теориями. И одним из основных тезисов, который как раз объединяет все эти чуть-чуть различающиеся подходы, является то, что основной функцией мозга и основной функцией нервной системы как раз и является формирование прогнозов, построение моделей, упреждающих моделей того, что организм ждет. И затем происходит сверка этих моделей с ожидаемой информацией. Вот, я не буду подробно об этом рассказывать, потому что просто на это нет времени. Ну, конечно, для тех, кто знаком с историей отечественной науки, вот все эти идеи с экстраполированием, прогнозированием, улавливанием закономерностей в среде и формировании ожиданий, связано имя замечательного исследователя, очень большого ученого Леонида Викторовича Крушинского. В 1958 году вышла его статья, посвященная открытию экстраполяции. А вот слово «рефлекс» был добавлен сюда, хотя это было очень неприятно Крушинскому, ему не нравилось это слово, но в 1958 году его нельзя было не использовать. Просто нельзя. Это был тот самый хвост, который отдает ящерица ради того, чтобы сохранить главное. Но зато посмотрите, какое замечательное название у анонса, у популярного анонса этого открытия было в печати. Оно совершенно современное. Животные предвидят наступление событий. Это сделали журналисты, и спасибо им за это, можно сказать, сейчас. Они не всегда портят науку, а иногда делают именно то, что нужно. А для меня сейчас экстраполяция, для моего доклада тоже очень важна, потому что я как раз буду показывать такие простейшие виды прогнозирования у беспозвоночных, которые, как мне кажется, могут быть основаны на экстраполировании событий недавнего прошлого, на ожидаемое будущее. Поэтому я к этому еще вернусь. Ну а поскольку у нас юбилейная конференция, то мне очень хочется показать вот такой трогательный документ из архива семьи Крушинских. Это письмо директора Института экспериментальной биологии 1934 года Николая Константиновича Кольцова в отдел кадров НКЗ. Я вот не знала, что такое НКЗ, но понимала, что это что-то вроде фоно, а Дмитрий Антонович мне объяснил, что это называется Народный комиссариат здравоохранения. Это письмо в ходатайство о совсем молодом человеке, 22-летний студент, выпускник Московского университета Крушинский Леонид Викторович. В этом письме еще интересно то, что вот в самом начале письма чувствуется такое скрытое раздражение Кольцова на чиновников. Он пишет, что в 1933 году Институт экспериментальной биологии не получил ни одной новой аспиратуры. Это при том, что было подано 28 заявок. Из них три кандидатуры были особенно отобраны, все документы вовремя отосланы и до сих пор не утверждены. Потому что вот среди последних по подготовке и способностям я особенно выделяю товарища Крушинского, ну и заключение этого письма, письма на двух страницах. Я очень просила об утверждении Крушинского аспирантом. С начала 1934 года все его бумаги отосланы своевременно в отдел кадров НКЗ, директора ЭП Николая Кольцова. Вот я принесла это письмо, и с Натальей Леонидной Крушинской мы решили, что, конечно, столетие института – это прекрасный повод для того, чтобы подарить его институту. Вот оно и здесь. Спасибо. Я хочу поблагодарить Варвару Евгению и семью Крушинской за то, что замечательный совершенно подарок для рождения института, и это будет экспонатом нашего музея. Спасибо. Ну, а сейчас возвращаюсь к теме, к современности, к актуальным проблемам. Как раз показать, что поведенческое состояние не связано с силой мотивации напрямую и не связано с текущим контекстом, с текущей ситуацией, для начала можно наоборот, на примере как раз мотивационного состояния. Вот сытый ты или голодный. И я хочу рассказать о наших совместных исследованиях, которые мы ведем уже довольно давно, с Ицуру Саевичем Ито из университета Токушима, института еще на 22 года старше, чем Ибр. Чем замечательна схема, которую придумал как раз Ицуру Итович? Вот здесь есть такая довольно широкая шкала депривационного статуса. И на этой шкале есть, во-первых, точки, соответствующие одинаковой мотивации, ну, например, голодание. Вот показано красное, это период голодания с первого по пятый день. И с первого по пятый день, в общем, мы можем ожидать, что мотивация должна только усиливаться. Правда? Голодная мотивация. С другой стороны, здесь есть точки, которые соответствуют вроде бы совершенно одинаковому текущему моменту. Это сытость. Вот день минус первый, это просто улитки из аквариума, которых каждый день кормили честные японские лаборанты. Потом есть такой же примерно, седьмой день. Здесь тоже улиток уже в течение двух дней кормят, они тоже сытые. И есть еще двенадцатый день, где уже пять дней после, или даже сколько, семь дней после периода голода животных продолжали кормить. Вот во всех этих точках сделано измерение. Значит, я что хочу сказать, что когда я только-только пришла в лабораторию Дмитрия Антоновича, как раз состояния с сытомстью, голодностью были первыми, которые мы изучали. Мы уже тогда видели, что поведенческое состояние в первые сутки голода и в пятые, оно не просто различное, а оно меняется в противоположные стороны от контроля. То есть если в первый день мы видим эраузал, активацию ориентировочных реакций, повышенную локомоцию, подавление пугливости, там целый комплекс, то в пятый день все это уходит уже в другую сторону. А вот эта работа совместная с Ицару Саевичем, она была более специфической. Здесь мы смотрели вот что. Как организм улитки принимает решение, учиться ему пищевой аверзивной реакции или не учиться, в зависимости от того, сыт он или голоден, и вообще на какой вот этой точке, этой депривационной шкалы, животное находилось в этот момент. Здесь просто показана классическая схема выработки. Дают сначала что-то вкусное, потом наказывают, и если животное решило этому обучиться, то оно потом не реагирует к пищевым возбуждениям. А если решило, что не будет оно этому учиться, то, соответственно, несмотря на то, что его раньше наказывали, оно все равно продолжает жевать. Значит, вот посмотрите, что получается. Это уже не результаты какого-то одного эксперимента, а это на самом деле уже модель. То есть это хорошо воспроизводимые результаты, с которыми работают, изучают их механизмы. Здесь, если высокий чёрный столбик, это значит, что улитки учатся хорошо аверзивной пищевой реакции. А если высокий белый столбик, то это значит, что они учатся плохо аверзивной пищевой реакции. Значит, самый неинтересный здесь результат – это пятый день, потому что он совершенно очевиден. Животные очень голодны, и они понимают, что учиться им аверзии совершенно не стоит, потому что лучше съесть, и пусть тебя потом на это накажут, чем вообще ничего не есть. Самое интересное здесь – это седьмой день. Я этот эффект даже зову теперь «седьмой день Итсура-Ита». Это самое интересное. И второй по интересности – это первый день. Мне кажется, уже не нужно объяснять, что с интенсивностью мотивации, силой мотивации эти эффекты не связаны. Они не связаны с текущим контекстом. Сытые они все и вот здесь, и вот здесь, и вот здесь. И ситуация причем изменилась там не в течение нескольких часов, а уже по крайней мере несколько суток прошло с того момента, как животные стали сытыми. А вот если мы попробуем проверить такую гипотезу, что организм прудовика формирует прогноз того, что его ждет, просто на основании событий в прошлом. Значит, какой должен тогда быть прогноз здесь? Вот это первый день голода. Вот эти улиток их кормили каждый день от рождения. Стабильно и хорошо. Значит, в первый день действительно мы можем ожидать, что вероятность появления пищи для животного, субъективный прогноз, он должен быть очень высоким. Потому что еда была всегда, и очень велика вероятность того, что она должна здесь появиться. И действительно, в этой ситуации, когда уже хочется есть, имеет большой биологический смысл обучиться избирательности. И не съесть какую-нибудь дрянь, которую тебя накажут, если вот-вот должна появиться нормальная еда. Правильно? Пятый день не буду обсуждать, он уже и так понятен, но этот эффект никак не противоречит тому, что к пятому дню прогноз становится отрицательным. Потому что пять дней еды нет, и чем дальше, тем, в общем, животное может всё больше и больше расстраиваться и не ожидать того, что она вот-вот появится. А вот самый интересный седьмой день. Здесь уже все сыты, а ведут они себя так, как будто они пять суток голодали. Вот что здесь такого? Вот мне кажется, у меня есть пока только единственная интерпретация этого эффекта, что вот эти животные, они мало того, что помнят, что в их жизни был исключительный период, когда их не кормили в течение пяти суток. Памяти здесь мало, понимаете? Память – это то, что можно либо использовать, либо не использовать. А вот если они используют эту память для формирования некоторых прогнозов, если они боятся, грубо говоря, что то, что было совсем недавно, ещё вдруг, да и повторится, вот тогда действительно это явление становится закономерным. Но к 12-му дню, видимо, уже они успокаиваются и привыкают к тому, что это был такой период. Да, ну не буду останавливаться подробно, это просто измерение содержания глюкозы, наполненности желудка и демонстрация того, что нету здесь корреляции вот с тем графиком, который я показывала на предыдущем слайде. Зато если мы посмотрим на активность нейрона, это специфический нейрон, гомологичный нейрон. Один из тех, который описал как гомологичный Дмитрий Антонович Сахаров, он есть у всех моллюсков и выполняет очень сходную функцию. Клетка иннервирует очень широкий спектр мишеней этой мышцы, и сенсорика, и центральная нервная система. При этом все ее эффекты синергичны, и они направлены на обеспечение пищевого поведения, на поедание. Действительно логично, если мы войдем в эту клетку, то мы увидим, что в тот момент, когда животное питается, активность ее намного выше. Но вот что интересно, что в первые сутки голода активность этой клетки тоже повышена. Этот результат не доказывает идею спрогнозирования правильно, но он ей не противоречит. Он согласуется с тем, что нейрон уже как бы начинает готовиться к тому, что пищевое поведение может начать реализоваться. А вот если мы посмотрим на активность этой клетки уже на пятый день, то она практически выключается, она становится ниже, чем в контроле. И эти эффекты тоже не противоречат предположению о том, что мы можем здесь видеть некоторое отражение той же закономерности, которую мы видели в поведении, что она не противоречит предположению о прогнозировании на уровне нейрон. Ну а сейчас я закончу с мотивационными состояниями. И вот еще очень интересная область. Это влияние двигательной активности на поведенческое состояние. Здесь вообще непонятно, какая мотивация. И текущая ситуация, по крайней мере внешняя, по отношению к организму, она вообще не меняется. Эти эффекты можно легко наблюдать на себе. И те, кто, например, бегает по утрам, прекрасно их знают, что после пробежки человек возвращается в ту же среду, к тем же проблемам, но отношение ко всему совершенно становится иным. Облегчается принятие решения, повышается настроение, активируются когнитивные функции, легко забываются обиды и так далее и тому подобное. И эти эффекты есть и у грызунов. И даже уже известны механизмы, которые за ними стоят. Активируется нейрогенез, который способствует ускоренному забыванию новой информации. И что интересно, ускоренному запоминанию новой информации и ускоренному забыванию старой, того, что уже по какой-то причине оказалось ненужным. На сегодняшний день известно, что эти эффекты не метаболические. В мозге работает большая и сложная химическая машина. Это вот только то, что открыто на сегодняшний день, которое стоит за вот такими эффектами двигательной активности и на когнитивные функции, и на поведенческое состояние. В целом, те, кто знаком с эффектами этих веществ, конечно, увидят, насколько хорошо они ложатся на те поведенческие изменения, которые мы видим после активации двигательной активности. А вот биологический смысл этих эффектов до сих пор остаётся загадкой. До сих пор совершенно непонятно, зачем всё это нужно делать. Во-первых, действительно, чисто энергетические траты. Зачем потом сохранять эту повышенную активацию? И существуют только некоторые гипотезы и предположения. И мы думали, что в этих эффектах тоже можно разглядеть некоторое прогнозирование. Причём очень хитрое. Это прогнозирование как раз не на основе предыдущего опыта самого организма, а это что-то такое, что уже зашито генетически. Потому что даже если мы возьмём животное, у которого вообще не было никогда такого опыта, мы эти эффекты увидим. И связаны они могут быть, это наша спекуляция, конечно, но они связаны могут быть с тем, что в естественных условиях вот такой период очень интенсивной локомоции, быстрой и продолжительной, с высокой степенью вероятности может привести к тому, что животное оказывается в новой среде. А вот в новой среде действительно совершенно необходимо оказаться с активированной когнитивной системой, и потому что там могут быть неизвестные опасности, и потому что там могут быть конкуренты, для которых эта среда знакомая. Вот такая была идея. И следующий момент, который нам показался интересным проверить, что если действительно за этим стоит какой-то широкий биологический смысл, то почти наверняка эти эффекты мы увидим не только у позвоночных, у которых есть нейрогенез, гиппокамп и всё остальное, но что мы их сможем наблюдать даже, например, у беспозвоночных. Ну и действительно, первыми, кто описали эти эффекты, были, кстати, немцы. Они показали, что одной минутой полёта – это самая интенсивная локомоция у насекомых. Достаточно, чтобы животное стало очень агрессивным, научилось побеждать в драках. А затем мы показали, что на самом деле меняется всё поведенческое состояние, там перенастройка происходит практически по всем системам и так далее. Относительно недавно мы увидели похожие вещи у трудовика, трудовика тоже можно заставить потрудиться, интенсивно поползать в течение двух часов. И помимо общего изменения поведенческого состояния, мы нашли вот такую интересную вещь, которая очень похожа на то, что наблюдается у людей, а именно облегчение принятия решения после интенсивной локомоции в новой среде. Вот здесь показано наложение треков улиток, вот это в контроле. Улитке здесь нужно принять решение, куда ей идти, на свет или на тень, чтобы найти воду. А вот это треки улиток, которые перед этим два часа интенсивно поползали в низкой воде. Ну и вы видите, что здесь они сомневаются гораздо меньше, они гораздо быстрее принимают решение, куда им идти. Вот такой эффект. За эту работу нас даже наградило агентство F1000 Prime Neuroscience, как имеющая особую значимость в своей области. Ну а теперь посмотрим на нейроны. Это уже нейроны, связанные с локомоцией. Значит, через два часа интенсивной локомоции в нервной системе и у полностью изолированных клеток сохраняются различия в их электрической активности. То есть они действительно сохраняют некоторый памятный след о том, что с ними происходило совсем недавно. Но самое интересное, как известно, это краевые задачи. Это то, что происходит на границах. И мы вот здесь попытались воспроизвести уже на нашей модели тот самый седьмой день Ицура-Ита. Как? А мы решили после этой интенсивной локомоции дать улитке отдохнуть два часа и посмотреть, что будет после того, как она поползала, а потом отдыхала, сравнить с контролем. Вот если воткнуться в условиях ЦНС, то, в общем, ничего интересного. Либо достоверных различий уже нет, и даже есть некоторая тенденция к уменьшению электрической активности клетки после отдыха. А вот наш магистр Григорий, он сейчас работает с изолированными педальными ганглями. И там вообще, наоборот, видно, что даже снижена активность после моторной нагрузки. Но интересное происходит вот в какой момент. Если мы попробуем изолировать клетки из такой ЦНС. Здесь поставлена красная рамка, она поставлена грубо, потому что мы не можем синхронизировать полностью процесс механической изоляции клетки. Вот здесь, что очерчено, это процесс изоляции клетки. Вот здесь клетки еще в ЦНС, это те же самые экспериментальные, это после отдыха, это обычный контроль. Вот здесь клетки в ЦНС, вот здесь процесс механической изоляции клетки, во время которой наэлектроиде мы клеточку вытягиваем из гангля, отводим ее на определенное расстояние, где уже нейрон не чувствует никакой химической сигнализации. А после красной рамки это уже нейроны полностью изолированные. Мы видим, что активность меняется крест-накрест. То есть нейроны, которые отдыхали, их эндогенная внутренняя электрическая активность, она все еще выше. Получается совершенно удивительная ситуация, что на самом деле нейрон все еще помнит этот период. И вполне возможно, что если мы уберем вот это внешнее воздействие, какое-то транзиторное, то клетка и животное очень быстро сможет вернуться к тому же состоянию локомоторного эраузела, в котором оно находилось. Я сейчас еще вернусь к этой ситуации, а пока вот что. Наверное, уже кажется странным, что я, как представительница химической школы Каштаянца и Сахарова, до сих пор еще ничего не сказала ни про нейротрансмиттеры, ни про межклеточную среду. Вот сейчас наступило самое время, чтобы об этом сказать. В 2012 году Дмитрий Антонович Сахаров высказал замечательную идею про то, что решение о выборе паттерна активности нейронального ансамбля закодировано в составе межклеточной среды ганглия. Вот сейчас очень приятно, что к этим идеям примкнула группа математиков из Института проблем управления Российской Академии наук и занимаются замечательной математической формализацией этих идей. Вот уже существует не первое поколение таких моделей. А как мы можем посмотреть и проверить роль межклеточной среды именно в том эксперименте, о котором я говорила? Значит, вот такой же изолированный нейрон мы на самом деле можем использовать и как некоторый биосенсор, то есть мы можем его подвести назад к ганглям, из которых действительно выделяются химические вещества, нейротрансмиттеры, большое количество разных нейротрансмиттеров, и посмотреть, что произойдет. И вот сделаем такой простой эксперимент. Здесь мы подведем каждый изолированный нейрон к своим ганглям. Контроль мы подведем к контрольным ганглям, откуда, собственно, нейрон был взят, а экспериментальный — к экспериментальным ганглям, откуда он был тоже взят. Значит, и здесь мы сразу увидим много всего интересного. Значит, во-первых, что мы видим? Что вот в той ситуации, которая в условиях центральной нервной системы для нас выглядела как почти одинаковая, там на самом деле было разное всё. Там отличалось состояние нейрона, у него была высокая эндогенная активность, а межклеточная среда его тормозила. Да, и межклеточник отличается. Там совершенно другой межклеточный состав у этих двух систем. Хотя внешне они приходят к обеспечению вот того самого, я бы сказала, сидения в зале и ожидания доклада. То есть клетка делает то, что ей должно, и она обеспечивает это сидение, но она готова к совершенно другим событиям. Она всё ещё помнит о том, что был период, когда ей приходилось интенсивно ходить. И ещё, видимо, сохраняется вероятность того в прогнозах организма, что вот это недавнее прошлое, оно ещё может повториться. Значит, действительно, вот в этой ситуации, в этом торможении межклеточника можно увидеть некоторый инструктаж того, что должна сделать клетка через какое-то время, если ситуация не будет меняться. Ей следует, конечно же, переключиться, вернуться к контрольному состоянию. Но очевидно, что решение остаётся за нейроном, переключаться ему в это состояние или нет. А вполне возможно, что там нет никакого решения в чистом виде, а что там есть просто некоторая задержка. И что вот такая задержка, она и может быть самым простым, вот элементарным механизмом такого экстраполирования, то есть переноса недавнего прошлого на ожидаемое будущее. Вот совершенно замечательный вопрос как раз задал наш студент Григорий. Он сказал, зачем вообще такая сложная система? Ну вот смотрите, у вас есть клетки, да, вам нужно их возбудить, чтобы они что-то делали. Давайте налейте на них что-нибудь возбуждающее, они поработают, а потом вы отмоете эти эффекты, когда нужно закончить, они вернутся в нормальное состояние. То нужно их затормозить, ну что-нибудь нальём на них, они выключатся. Зачем перестраивать клетку? Вот у меня окончательного ответа на этот вопрос нет, но вполне возможно, что это и есть вот тот такой простой механизм экстраполирования носительно недавнего прошлого на ожидаемое будущее. И последний слайд, он тоже исторический, личный, очень для меня трогательный. Дело в том, что библиотека Леонида Викторовича Крушинского, она вообще говоря огромна, очень велика. В ней было много папок, сотческих, ну как всегда, библиотеки учёных. Все папки там имели какие-то тематические названия. И была только одна папка, на которой было написано рукой Леонида Викторовича важное. И это важное было подчёркнуто, стоял восклицательный знак. И представляете, как мне было приятно, мне, ученице Дмитрию Антоновичу Сахарова, увидеть в этой папке один единственный автореферат на русском языке, который принадлежал вот этому человеку, с такой замечательной надписью «Дорогому Леониду Викторовичу Крушинскому не льщу себя надеждой, что вы станете это читать». И всё же. Так вот, этот автореферат попал в папку важное. Хотя казалось, что вроде бы проблемы трансмиттеров были не так уж близки Леониду Викторовичу, но прогнозирование, интуирование, вот всё это, да. И большие человеческие симпатии. Спасибо большое за ваше внимание. Вот такая цитата, которая из моего любимого рассказа, которая, по-моему, очень соответствует этой ситуации. Действительно, все эти пересечения, личные, научные, человеческие связи, всё это очень красиво. Спасибо. Спасибо.